Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и разработчики выложили на продажу набор за 5500, в состав которого входит премиумная восьмерка, средний танк Т-54, образец 1 или первый образец, как они его здесь назвали. К нему вам положили 30 дней према, за которые, если вы будете покупать отдельно, вы вывалите 2500 золота, я не знаю, есть ли люди, которые покупают по 30 дней према сразу, но так или иначе, в таком случае вы уже сэкономили 2500 золота, или можно сказать, за конкретно вот этот танчик и все остальное, что к нему положили, заплатите всего лишь 3000 голды. В целом, уже довольно неплохо. Есть полмиллиона серебра, есть довольно симпатичные камо, которые меня, честно говоря, чем-то приличают. Я очень люблю такие спокойные камуфляжи, и этот действительно мне заходит, симпатично на машине смотрится, здесь не поспоришь. Есть Х5 в количестве 25 штук на Т-54, образец 1, что поможет вам нафармить себе элитного опыта экипажа, ну и в целом, почему бы и нет, не покатать с довольно-таки хорошей дополнительной выгодой. Есть аватарчик, который мне нравится, и раньше ложили какого-то непонятного зайца, который мне вообще не заходил. Вот этот аватарчик действительно симпатичный. Слот в ангаре, ну и открытое все оборудование. На восьмом уровне, кстати, не такое уж и дешевое, поэтому какая-никакая, а все-таки экономия. У меня нет образца, и я обязательно его куплю, и мы сегодня с вами его выкатим из ангара. Я буду вам благодарен, если вы поддержите меня своими лайками и подписками. Для меня 5,5 тысяч золота это очень большая сумма, ну и, соответственно, я бы хотел ее потратить с толком для своего канала. Я вам обзор, ну а вы мне свою подписочку и лайки. Спасибо вам большое за благовременно. Если говорить о том, с кем можно его сравнить, то на уровне, ребят, у нас есть 40 премиумных машин, коллекционных машин и обычных проходных машин среднего типа. И таким образом получается, что найти прям того, с кем можно его сравнивать, очень сложно. Но все же, я думаю, что в первую очередь данную машину необходимо сравнивать с практически клоном. Это Т-44-100. И, как вы видите, Т-44-100 имеет существенно лучше показатели по ТТХ. Выше заявленный ДПМ, пробитие выше, а на восьмом уровне даже 5 единиц это существенно. Альфа та же самая, но при этом, ребят, количество выстрелов в минуту больше, потому что бодрее немножечко время перезарядки. А именно, практически на полсекунды. Что касается калибра, то то же самое, скорость полета снаряда типа чуть-чуть меньше у Т-44-100, но все же на 2%, поэтому я даже не буду на это особо обращать внимания. Хочется отметить, что Т-44-100 еще и пободрее передвигается. Причем передвигается пободрее, ну, я бы сказал, существенно, практически на 10 единиц скорости. И это действительно, действительно существенно для среднего танка. Но в чем парадокс Т-44-100 в том, что у него процент побед вот просто на полу лежащий. 47 процентов побед, ну, хорошо, окей, 48 процентов побед, сравнивая с 54-кой, у нас получается здесь 51. То есть, ну, существенная разница, я бы сказал, провальная разница. И в целом, я думаю, что основная причина кроется вот здесь вот. А именно, запас прочности меньше на 50 единиц, ну, окей, кто-то скажет не сильно существенно, но навряд ли кто-то скажет, что не сильно существенно разница в бронированности данных транспортных средств. Ну и согласитесь, когда у вас на одном танчике 180 брони, а на втором 120 во лбу башни, ну, это существенно. Если смотреть на броню на специальном ресурсе, то вы видите, что Т-54 образец первый, он действительно имеет броню. Я так понимаю, что в целом на нем неплохо отыгрывать от башни, потому что башня здесь хорошо бронирована и имеет хорошие углы склонения брони, соответственно, хорошую приведенку. Хорошо забронирован верхний бронелист и нижний бронелист. Почему говорю хорошо? Потому что, если сравнивать с другими машинами, то, как правило, здесь будет виден унылый нижний бронелист, который все прошивают. Либо, допустим, вот здесь вот, пускай даже забронировано, но где-то в районе там 180-200, здесь же 220. И это действительно прикольно и интересно, что самое парадоксальное, что зеленым не светятся и борта, здесь по 90 мм, а значит фугасы сюда входить будут, ну, я бы сказал, с трудом. Что касается кормы, да, здесь в отношении кормы конкретно в корпусе спорить не о чем, здесь картон. Но все же, ребят, если сравнивать с Т-44 100, как вы видите, существенно бодрее уровень бронирования. И именно из-за этого живучесть машины Т-44 образец 1, как я предполагаю, и является более качественной. То есть на этой машине вы действительно сможете играть в бою чутка дольше, ну, а, соответственно, делать чутка больше. Меньше слов, больше делом давайте приобретем себе данную среднюю машинку и будем выкатывать ее в бой для того, чтобы посмотреть, действительно стоит ли ее, в принципе, покупать. Я покупаю на своем не основном аккаунте, возможно, я об этом пожалею, но все же факт остается фактом. Покупаю для того, чтобы покатать и посмотреть, а не сделал ли я ошибку. Начислили мне 30 дней према, значит все произошло хорошо и успешно. Давайте теперь посмотрим на заявленные технические характеристики конкретно в игре, потому что одно дело интернет-ресурс, другое дело таблицы в самой игре. Итак, чем обладает у нас пушка? 175 пробития, 280 альфы, что довольно неплохо, углы склонения вниз минус 5. Как я понимаю, играть будет сложно, возможно, на борт лучше будет откидывать башню, ну, и, соответственно, опускать ствол вниз. Что касается времени перезарядки, 9 секунд, в принципе, на эту альфу, ну, в пределах нормы. Что меня действительно смущает, так это время сведения. И сейчас я оборудку поставлю таким образом, чтобы у нас сведение было получше. Здесь у нас получается к пробитию больше, и я думаю, имеет смысл это сделать, потому что мы экономим, ну, точнее, недополучаем чуть больше, чем полсекунды, но зато при этом получаем существенно лучший уровень пробития. Я думаю, что это правильно. Здесь оставим так, как есть, здесь тоже увеличим подвижность. В отношении брони даже не знаю, честно говоря, что делать, потому что по броне, ну, досыпать хп нет смысла, мне кажется, не буду. Лучше все-таки брони немножко добавлю. Время сведения улучшаем. Здесь у нас тоже улучшаем время сведения. Ну, и, соответственно, здесь переставляем вот так вот по старинке. Смотрим еще раз, что у нас с этого получилось. Не особо что-то улучшилось, но в целом, окей, хорошо, постараемся что-то с этим сделать. Обязательно добавляем с вами амуницию. Здесь уже будем ставить на перезарядку и опять-таки на подвижность. Здесь по перезарядке всего лишь 0.11 от секунды, не вижу никакого смысла. Что касается голды, то голды мы с вами возьмем просто, как говорится, от балды. Не знаю, нужна ли она нам будет. Ну, и давайте еще раз посмотрим на характеристики по орудию после того, как поставили амуницию. Ну, есть изменения. Меньше 4-х стало время сведения. Что касается разброса, ну, я бы сказал, что в пределах нормы терпимой. Но, опять-таки, все это необходимо с вами нам, ребят, заценить в бою, куда мы и отправляемся. Я не знаю, чего ожидать от данной машины. Чего-то феерического и выдающегося я ожидать от нее не могу. Потому что, как правило, разработчики не выставляют машины 8-го уровня по каким-то низким ценникам. Те, которые действительно, ну, классные, хорошие, прикольные и разрывающие рандомные сражения. Но, ребят, иногда бывают все-таки исключения. Иногда бывает такое, что вам Франкенштанка предлагают за 2,5 тысячи или Игорька за 2. И, в целом, 5,5 за 8-й левел, ну, я бы сказал, что это, ну, приемлемая цена. И, вообще, честно, даже как-то заманывающая, что ли. Так, отыгрывать от неровностей, как я понимаю, прям беда-бедовая. Я уже усмел, успел засветиться. Так, разброс. Разброс. На ком бы проверить этот разброс? Ну, слушайте, в целом, бодренько. Я чуть, ну, честно, я ожидал худшего. Углы склонения неприятные. Вот сейчас отыгрывать не очень удобно. Но попробуем сейчас еще раз на точность орудия. Медленно, ребят, летит снаряд. Очень медленно. На дальних расстояниях играть на нем однозначно будет очень сложно. Повторюсь, это первое впечатление. Я не играл еще на этой машине. И сложить, прям, знаете, такое вот стопроцентно аргументированное мнение мне очень сложно. Я сейчас пытаюсь передать свои, такие, знаете, больше, наверное, тактильные ощущения. И первое, действительно, впечатление по машине. Довольно часто, кстати, ребят, первое впечатление о машинах, оно является ошибочным. Не знаю, как будет с этим конкретно танком. Но я бы сказал, что навряд ли что-то изменится. Долговато, ребят. Вот в очередной раз повторюсь, что снаряд летит долговато. Время перезарядки. Хотелось бы быстрее. И так, чтобы было прям вот совсем по-человечески, я думаю, что правильно было бы... Косое, шо капец. Наверное, правильно было бы сказать, что оно должно быть в это время перезарядки меньше где-то секундочки на две. Тогда ты действительно будешь чувствовать себя нормально. Время сведения тоже долговатое. Вот сейчас по Блэк Принцу я долговато сводился для того, чтобы поймать его нижний бронелист. Но мимо летит, ребят. И мне почему-то кажется, что это орудие будет постоянно себя так показывать, если вы будете стрелять без полного сведения. Так. Вроде бы и выковырять кого-то надо, а с другой стороны не хочется особо вылазить. Я не сильно уверен в данной... Ну, кошмар. Кошмар, ребят, серьезно. Вот так вот отбрасывать... Не то чтобы на фарт, но хотя бы надеясь на то, что туда все-таки снаряд прилетит, куда ты его отправляешь. Очень неприятно. Мне пока не сильно нравится. Подвижность машины. По подвижности машина не сильно бодрая. И это чувствуется, ты едешь по ощущениям приблизительно как на Химере. Вот кто на Химере играл, у кого Химера есть, вы меня поймете. То есть ощущение такое, что вроде бы может ехать быстрее, но почему-то сил не хватает. Я сразу вспоминаю сны из детства, когда тебе снится, что ты хочешь сейчас начать бежать, а у тебя все не хватает сил для того, чтобы набрать скорость. Вот какое-то вот такое ощущение от игры на вот этой конкретно машине. Вроде бы и побежать можешь, но как-то не то. Дизайн машины подсказывает, что она типа должна быть быстренькая, а реальность спускает тебя на землю. Не сказал бы, что на уровень Плинтуса, но... Ребят, приближено к тому. Все-таки приближено. Хорошо отработала сейчас броня. Мне понравилось. Я, честно, удивлен. Я думал, что сейчас будет здесь... Так. Блин, а я не переставил себе так, как я люблю. И, соответственно, понажимал все возможные кнопки по привычке и улучшение скорости движения машины. Все, короче говоря, потыкал, что можно было, вместо того, что мне действительно необходимо. Я сейчас доигрываю на голде, ну, просто потому что не вижу смысла играть по-другому. Обычными бронебойными пытаться тигра расковырять. Ну, удовольствие такое себе. Странно. Вот сейчас очень странно. Я реально не могу найти подход к тигру. Все. Нашел. Надо было просто сбоку к нему подъехать. Ну, не знаю. Ощущения такие, знаете, двоякие. Абсолютно двоякие. Жалею ли я, что не купил его сейчас на основной аккаунт. Я бы не сказал, что сейчас у меня прям совсем чувство жалости такое вот проснулось во мне и будоражит меня изнутри. Могу сказать так. Покатав его 20-30 боев, безусловно, там плюс-минус более взвешенное мнение можно будет о нем сформировать. Но в любом случае 1780 единиц урона. Сделал фраг. Почему бы и нет. Что касается результатов фарма, то, ребят, с учетом прем-аккаунта 43 тысячи. И это однозначно не фармер машина, как я понимаю. Да и, в принципе, коэффициент фарма не сильно там и прикольный стоял в таблице сравнительной. Что касается результативности в команде, третье место. Но это с учетом того, что я абсолютно не знал ни как на нем играть, ни что делать. Сейчас с наличием плюс-минус какого-то понимания попытаемся заехать во второй бой. Попытаемся посмотреть, действительно ли он может больше и лучше. Однозначно ехать куда-нибудь на вот такие вот неровности и отыгрывать от холмов вообще не вариант. Потому что угол склонения просто безбожно ужасен. Мне его не хватило просто до безумия. И вот если вы играли на танках тяжелых Советского Союза серии ИС, то тогда вы понимаете, о чем я говорю. Когда ты с холма нормально светиться не можешь, тебе приходится оголяться. Вот сейчас я слабо понимаю, куда мне ехать. М41 спит. Самому на то направление ехать мне вообще не вариант. Решили поддержать. Окей, спасибо им большое. Однозначно большое спасибо. Потому что самому туда ехать, в принципе, ехать в сторону ангара. Ну а с этими ребятами, возможно, что-то и получится повеселее. Так, ну вот время сведения, понимаете. Имея информацию от предыдущего боя, понимая, что без полного сведения бросать, это прям вот совсем на удачу. Причем на удачу нефартового чувака в дорогущем казино. О, ну зачем, нет, 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 ну что ж ты делаешь? Ну ты же видишь, что я сдаю назад, ну почему же ты меня подпираешь? Ребят, никогда не делайте так в бою. Старайтесь смотреть, куда едут ваши союзники. Ну, действительно, очень глупая ситуация. Я сейчас отхватил урон просто лишь потому, что я не смог нормально по-человечески сдать назад. Ребятки, будьте внимательны в боях, это действительно порой очень сильно расстраивает. Так, давай, показывайся. Нет, с тобой мне однозначно не по пути. Так, голдовый снаряд. Эмиля 19-51 в башне он смог пробить, а значит плюс-минус добавляет все-таки. От Эмиля получаю не пробитие, это вообще просто супер, причем два раза, ребят. Так, вот что делать? Ай, не успел, не успел. Мог сейчас сделать фраг, ребят, мог. Не хватает угла склонения, вы представляете? То есть вот я сейчас выехал и реально мне не хватает для того, чтобы вот нормально прицелиться, нормально пробить в нижний бронелис. Хотя здесь холма-то как такового нет, обратите внимание. То есть, ну, и это я на бок сейчас, ребят, практически на бок, да, выкидываю башню. А тут ради интереса, ну вот максимум, да. Ну вообще, короче, орудие не гнется. И если вы из тех ребят, которые не сильно, скажем так, умеют пользоваться орудиями, которые не имеют толковых нормальных углов склонения вниз, данный танк для вас будет, ну, я бы сказал, крайне неприятным. Если говорить таким, знаете, культурным воспитанным языком, для того, чтобы не говорить каких-то неприятностей. Так, сейчас, конечно, подурагоним немножко. Вот как-то вот так вот. Забираем хпшку у товарища. Сейчас уже просто борзеем по полной программе. Ну, просто потому что 7-0. Поэтому здесь можно было и психануть немножко. Добрал урона именно путем того, что упал на соперника. Не буду его минусовать от общей копилки. Все-таки это заслуженный урон в бою. Ну, не халява какая-нибудь наброшенная в спящего. 2300. Я никого не вынес в ангар, но при этом всем я получил знак классности третьей степени. При всех моих результатах боя я получил в виде фарма 63 тысячи. Опять-таки, я не могу сказать, что это прям большая цифра, но в целом она нормальная, она приятная. Почему бы, как говорится, и нет. Как фармера брать однозначно нет. Настреливать урон, я бы сказал, сложно из-за углов склонения. И скажу вам следующее. За 5500, если у вас прям совсем ничего нет, и вы прям не знаете, что вам купить, и вам надо еще при этом прем-аккаунт на 30 дней для того, чтобы качать какую-нибудь ветку, то этот набор самое то. Потому что за 2500 вы получаете 30 дней према, а за 3000 вы получаете себе танк в довольно симпатичном каму. Я каму не одевал. Сейчас примеряем. Так, устанавливаем. Кама действительно симпатичный. И плюс к тому полляма серебра, плюс открытая вся оборудка. Поэтому за 3000 голды, вот в таком разрезе, минусуя 30 дней према, мне кажется, самое то. Жалею лишь, что не купил себе на основной аккаунт. Особой жалости нет. Просто у меня есть другие предпочтения. Я больше люблю тяжелые танки, и данную машину купил исключительно ради вас, ради того, чтобы вам показать, какой она будет в ваших руках, если вы ее себе приобретете. Напишите свое мнение в комментариях. И, ребят, не забываем ставить лайки и подписываться на канал, потому что вы единственное, кто меня поддерживает. Меня не проталкивает вперед Wargaming, и меня никто не спонсирует. Кроме вас, как говорится, поддержать канал в развитии просто некому. Спасибо вам большое за просмотр. Всех благ, всего хорошего. Мира, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока.